Супер. Ну, добрый вечер всем. Спасибо, что подключились. Те, которые будете просматривать запись, тоже привет вам. И сегодня я хотел поделиться с вами обучение, которое мы делали с англичанами несколько дней назад, о цели. Потому что сейчас имеем новый месяц, конечно, и должны мы все иметь какие-то цели свои, на чего мы работаем, что мы, ой, Вета, какой кот у вас там, и что мы хочем достигнуть, да. Есть в английском языке такой, как метод, называется smart goals. Это пять букв, и каждая буква что-то значит, да. Так первое, это наши цели должны быть конкретные, да. Чем более они конкретные, тем лучше, да. Например, иногда человек говорит, ну, моя цель — жить лучше. Это не очень конкретная цель, да, потому что это может, может, значит, что угодно, да, что это значит — жить лучше. Но если моя цель — иметь дом, где есть там столько-столько комнаты, такой гараж, такой, все выглядит так и так и так, столько этажов и так далее, это цель. Потому что это конкретно, да, знаем, как это достигнуть и как это будет выглядеть, когда мы сделали это. Вторая часть — это измерение, да. Так наша цель должна быть, должно быть возможно измерить это, да, потому что иногда опять люди говорят, я хочу больше денег. Ну вот, хорошо, тебе один доллар. Все, ты имеешь больше сейчас, один доллар больше, да. Не-не-не, я хочу много, да, сколько, да, так это все должно быть возможно измерить, да, там, если зарабатывать, так сколько зарабатывать, если дом, так какой-то дом, если машина, так какая-то машина, если отпуск, так какой это отпуск должен быть, что это мы могли вот сказать, вот, все, ты это достиг, да. Отпуск — только Мальдивы. Только Мальдивы, а потом Австралия, да. Третье — это должно быть цель достижимая. Конечно, это не значит, что цель должна быть маленькая, да, это того не значит, потому что большинство людей не достигнут успеха в жизни не потому, что у них слишком большие цели, и они не достигнут, не получают эти цели. Большинство людей не достигнут успеха, потому что у них цели слишком маленькие, и они постоянно их достижают, да, например, там, моя цель — как-то прожить этот месяц. Ну и ты достижаешь, да, проживешь этот месяц, как-то заплатить за все, там, коммунальные эти, все. И ты это сделаешь, да, каждый месяц, да. Что я имею в виду, что достижимое, что это реально, да. Например, если прошлый месяц ты заработал две тысячи долларов, и твоя цель заработать этот месяц двести тысяч долларов, это нереально. Ну, мы знаем, что это, ну, хорошо, позитивно там думать и все такое, но это слишком большой шаг, да. Притох. Да, нужно, чтобы цель было как тяжело достигнуть, но возможно, да. Четвертый — это цель должна быть вам важная, да. Так опять, эта цель должна что-то вам значить, да. И иногда мы имеем этот, когда говорится, важно не как, а почему. Так вот, эта цель должна быть часть вашего почему. Это должно быть вот вам очень-очень важно достигнуть. Потому что если цель такая, ну, хорошо бы было, но если не достигнут, тоже все в порядке. Тогда вы не будете стараться, вы не будете очень много времени и работы ставить на эту цель. И последний, пятый шаг. Цель должна быть ограниченная по времени, да. Так это должно иметь какую-то дату. Потому что если нет дату, тогда, ну, когда угодно можно сделать. Может быть, через 40 лет ты сделаешь эту цель, да. Так всегда цель должна иметь какую-то дату, до какого-то время вы должны достигнуть эту цель, да. Так, когда мы пишем свои цели, мы должны использовать настоящее время. Что это значит? Не так, что вот я буду иметь такую-то машину. Потому что это тогда вашим мозгам, это нереально. Это значит, это как мечта, но это не случится, да. Мы должны писать свои цели в настоящее время. Что я имею такую-такую машину. Я имею такой-такой-то дом. Я достигнул такой-такой-то уровень. Я зарабатываю такие-такие деньги, да. И тогда добавляем дату. И дату всегда нужно добавлять не так, что я живу в таком-таком-то доме на эту дату, да. Нет. Я живу в таком-таком-то доме до, например, декабрь 2021. Потому что можно сделать... Да, это как будто я переселюсь в этот дом до такого-то дата. Что это значит? Я вот в этом месяце сделаю эметистую звезду до 25-го числа. Да. Только это значит, что вы можете сделать гораздо быстрее, но до того даты должно это случиться, да. Потому что если мы поставим только эту дату, тогда, значит, нужно ждать, пока эта дата придет, да. Потому что если у вас большие цели, например, у меня одна моя цель – зарабатывать 80 тысяч долларов в месяц до декабря 2021, да. Так я себе дал два года, да. Так, может быть, я сделаю быстрее, но до того должно случиться, да. Вот. Тоже нужно добавить эмоции для своей цели. Потому что как логика – это хорошо, но эмоции – это сильнее. Подумайте, какие ваши самые сильные напоминания о жизни. И вы увидите, что все ваши самые сильные напоминания, что вы помните самое лучшее – это такие вещи или такие случаи, которые случились в вашей жизни, где была какая-то сильная эмоция. Или вы были очень рады, или очень грустные, или какая-то там депрессия была и так далее. Тогда мы напоминаем эти вещи, да. Они как застрянули в нашу голову. То же самое с нашими целями. Если эти цели такие сухие, без никакой эмоции, они не будут очень хорошо работать. Потому, например, нужно, когда мы пишем свои цели, добавить эмоции. Например, я очень благодарен, что сейчас я заработаю 84 тысячи долларов в месяц. до, там, декабря 2021. В таком способе мы добавляем эмоцию. Например, я очень рад, что я могу каждую неделю делать то, то и другое. Когда мы добавляем эмоцию, эта цель станет сильнее. Начинаем, мы должны написать все свои цели, да, иметь какую-то бумагу и написать все свои цели. И начинаем этот список, список с «я обещаю». Да, таки «я обещаю» и тогда пишем все свои цели, да. И заканчиваем в конце «я всегда сдерживаю свои обещания». Я обещаю все наши цели, и в конце «я всегда сдерживаю все свои обещания». И самое важнейшее, что нам нужно прочитать свои цели каждый день, да. Каждое утро, каждый вечер. Потому что иногда люди думают, вот я один раз сделал свои цели, поставил где-то и все. Это, конечно, лучше это сделать, чем совсем не писать свои цели. Но самое лучшее — это иметь вот этот лист и тогда каждый день прочитать, да. Например, я имею свои цели. О, сейчас мой виртуальный биограунд не позволяет мне показывать. Да, я имею свои цели, и я прочитаю эти цели каждый день и каждый вечер, что себе напомнит, почему я работаю на это, почему я стараюсь, почему иногда день может быть не очень хороший, да, и в конце этого дня ты прочитаешь, и ты напоминаешь себе, почему я это делаю. Потому что иногда ты думаешь, а, я все, не хочу ничего делать, я бросаю это все. Но ты прочитал свои цели и напоминаешь себе, да, это важно. Тут надо, наверное, ламинат покрыть. Да, можно. Ну, пока я уже это читаю 7 месяцев и нормально, еще хорошо, неплохо. Да, так мы, что мы делаем, мы программируем свои мозги, свой ум, чтобы он постоянно концентрировался на это, да, потому что наш ум самый активный, как только мы встали, и прежде чем мы идем в кровать, идем спать, да, он самый активный. Если мы прочитаем свои цели, мы программируем в днем, когда мы только встали, прочитаем, в таком способе наш ум будет смотреть за возможности, за ситуации, которым нам помогли достигнуть наши цели. И вечером, когда мы прежде пошли спать, мы прочитаем, пойдем спать, ваш как активный ум спит, и все в порядке, но ваш пассивный ум, он продолжает работать, когда вы спете, и он думает о идее. Иногда вот, может быть, у вас было, что днем что-то ты делал, и потом пошел спать, и ты как, это... Какой глядушкой? Сопной. А, и вам снится. И вам снится то, что ты делал, да. Например, я когда маленький был, когда мы эти грибы пошли, убирали грибы, потом снешь, снется, как ты, грибы... Снится. Да, снится. Так то же самое здесь. Когда мы прочитаем свои цели и пошли спать, мы тогда, наши мозги работают на эти идеи. Иногда мы встали утром, и мы имеем... О, идея! Как эта идея? Ваш ум работал весь ночь, чтобы дать вам эту идею утром, да? Так это очень-очень сильная практика. И если вы это будете делать, это вам поможет очень много. Тоже я хотел бы порекомендировать вам одну книгу. Я не знаю, если она есть в русском языке, но должна быть, потому что даже литовском языке есть, так в русском тоже должна быть. Эта книга, аутор, это Огмандино. Огмандино. Эта книга называется... Самый лучший продавец в мире. Да, самый лучший продавец в мире. Наверное, есть такая книга. Должно быть, должно быть, потому что есть в литовском языке, в русском языке должно быть. Она не очень большая, она не стоит очень много денег. Там будет 15 долларов, может быть, 20 долларов максимум в России. Наверное, будет дешевле в России, я думаю. Да, если вы не читали эту книгу, я очень-очень сильно рекомендирую покупать эту книгу. Эта книга имеет 10 таких, как называется, скролл, это как Кайперитенелис, Попперус. Как ролики, знаете, как... Как старинные, знаете, как писали на такие ролики бумаги, да? Попперуси, на Попперуси. Да, так вот, в этой книге есть 10 таких роликов, и каждый этот ролик ты читаешь месяц. Значит, то же самое, там только 3-4-5 страниц, да? Это он небольшой, да? И ты читаешь весь месяц, потому что иногда люди вот пошли в семинар, или прочитали книгу, или просмотрели обучение, и говорят, вот и моя жизнь не изменилась. Я бы вот просмотрел, прочитал, побыл там, и жизнь не изменилась. Потому что через один раз ты не можешь ничего, ты не помнишь ничего. Запомнили. Нужно еще, 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 еще раз читать, чтобы это застряло... Закипеть. Да. Так тоже вот эта книга так и работает. Я вот начинал читать в сентябре, я еще читаю эту книгу, да? Потому что сейчас начинал, который этот скролл, девятый, да? Сейчас, не, восьмой, восьмой я сейчас читаю, да? Так еще, еще есть несколько остались, да? И каждый день вот ты читаешь то же самое, но это как принципы для хорошей жизни, для хорошего бизнеса, для хорошего, чтобы ты стал хороший продавец, да? И это, ну, мне очень-очень нравится. Это вроде бы получается как молитва, которую ты прочитываешь, прочитываешь, зачитываешь, да? Это как, например, есть такие, называется, affirmation, да? Это как такие слова, которых ты себе говоришь, что тебя... Фразы такие, да. Поднять себя, да. Так это то же самое. И каждый этот ролик говорит о разные вещи, да? Например, о том, как быть позитивным, как быть, как смеяться о жизни, да? Как свои эмоции иметь, как быть благодарным каждый день, как здоровье и так далее, и так далее. Каждый этот скролл имеет что-то, какой-то как... Какой-то урок для жизни, да? И ты вот, когда каждый день читаешь, этот урок тебе напоминает то или другое делать и так далее. Это, ну, очень-очень сильные... Ну, конечно, Гадимина, если ты нам рекомендуешь, мы обязательно купим все. Да, я не получаю комиссионные. Нет, я... И знаете, что я... Это серьезно говорю. Давайте, ребята, посмотрите. Там у вас, если, может быть, есть даже в интернете, можно сказать, можно скачать эту книгу. А можно в книжном магазине, может быть, купить. И вот посмотрим. Даже на всех. Вот тут Ирена из Болгарии. Тоже надо, чтобы она посмотрела. Может, у них там... Им нужно тоже такое. Да, да. И когда... Я не беру тоже эту книгу. Надо и мне. Да, и когда будете читать эту книгу, первые два недели, месяца, читайте эту книгу как есть. Да, этот... Этот скролл как есть. Потом, в третью и четвертую неделю удалите слова «я буду». Тогда ты читаешь не «я буду» там позитивным, а «я позитивный». Вместе «я буду» управлять своими эмоциями хорошо. «Я управляю своими эмоциями хорошо». Так значит, первые две недели читаешь как есть, вторые две недели удаляешь слово «я буду». И тогда читаешь, что это уже есть, да? Ну, очень интересная книга. Это вот ясно сейчас, ребята. Почему Эгидемин Астаг прогрессирует как тренер? Потому что вот что он делает. Вот оказывается, мы сейчас, как сказать, переломали этот вопрос. Вот мы сейчас знаем, что такое, да? Мой секрет узнали. Да-да-да. Все. Супер-супер. Хорошо. Так я как и закончил, может быть, Ирена или другие хочет что-то добавить, вопросы какие есть, может быть, можете открыть свои микрофоны? Я точно думаю, вот надо, давайте зададим себе такой вопрос, что мы сейчас разыскиваем эту книгу и начинаем тоже. Супер. Потому что я когда-то, Эгидемина, себе сказала, что мне она нужна, но ты-то мне так и не нашел. Так вот так. Потому что я знаю, что вы не будете читать. А почему? А вот я буду читать. Потому что то же самое, так мне это не трудно. Вот и буду. Я за вас прочитаю. Эгидемина, а вот тебе я сейчас очень рекомендую эту книгу найти на русском языке. Ты представляешь? И там еще ударение поставить где-то что-то. И тогда, пока ты прочитаешь эту книгу в Англии, русский будет без никакой ошибки. Хорошая идея. Хорошая идея, да. У меня на электронном вариант, по-бульгарски. Если у вас партнеры в Бульгарии, я можно исправить. Ну, а ты сама читаешь реально эту книгу? О, Придвайси Будинии. Да, у меня есть. Я и отчаял. Да, это не то самое. Иметь и читать это другое. Ирена, в Бургарии сегодня мне как в Байлоприде. Я не оправдаю себя. Понятно, конечно. Но вот и читаем, читаем книги. Читаем, читаем, читаем. Работаем, тоже работаем. Сейчас я была на срежте. Я продала за два месяца дубаки, фитнес-фитчез. О, супер, супер. Во мой джоб 300 лево. И знаете, что я вам скажу, ребята, что Ирена – это самый, как сказать, лучше посещает все тренинги. Она и на английском тренинге, она и на болгарском тренинге, она и на русском тренинге, она и за Викторией Зоненко следит, она за всеми следит, смотрит и обучается. Вот это дистрибьютор. Поэтому ты, наверное, заработала какой-то приз. Меня очень нравится Гедеминас и Виктория Зоненко. Но Гедеминас, когда говорит по-русски, понимаю. Опера лицо переведет, но не понимаешь, что? Ну, конечно, все хорошо, но уже и твой русский гораздо лучше, чем раньше, Ирена. И потому, что продолжай слушать эти тренинги. Да-да-да, мозг работает, да? Конечно, конечно. А я сказала бы, ребята, что я тоже, вот точно, если такие планы, может быть, там я не прочитываю, но надо, наверное, мне тоже это начинать и книгу. Гедеминас, посмотри на Амазоне и каких-то 10 закажем, потому что будет для кого-то. Я, Гедеминас, знаю, что я не люблю книги покупать по одной. Какие-то 200, 20, 50 покупаю. И это будут призы для моей русскоговорящей команды. А, может быть, и вы найдете в России по-русски эту книгу. И давайте попробовать. Если Гедеминас такой, у него такой насыщенный график. И он, считаю, что это один месяц, да, Гедеминас, одну чарту, да? Один отдел весь месяц читать надо. Ну, так и мы будем читать. Да. Кто со мной еще будет читать? Кто? Поднимайте руки. Никто. Я буду. Кто? Люда. Люда. Ну, Люда, что есть брата на булгарский. Ага. Люда имеет булгарский муж. Она знает булгарский. Ну, Люда так у нас подлегло. Люда всеми языками говорит. Она и по-армянски, и по-грузински, и по-русски, и по-английски. Она очень хорошая женщина. Успешная. Да, да, да. И главное, и дети, и мама на постели, там, очень больна. Элена будет читать, Ольга будет читать, Светлана будет читать. И знаете, ребята, вот я сейчас, я смотрю, что более преуспевают те лидеры, которые цели делают только большие и до какого-то числа. То я вот в этом месяце так вот буду работать над тем, чтобы сделать аминтистовую звезду до 25-го числа. Не я же говорю, а аминтиста. И думаю, и сейчас подумаем опять же про эту мотивационную программу насчет лотереи. Но почему кто-то должны, какие-то команды, другие люди забрать наши призы, если мы это можем взять сами? Надо сделать, ну что, 300 баллов три раза и играем в Мерседес. Но каждый человек имеет право на сколько? На 10 билетиков, да? Ну, а и другие призы? Ну, если мы не будем даже лотерею этой билетикой покупать, то не надо ожидать от Бога, чтобы нам помогал. И завтра вот, наверное, уже будут эти наши зарплаты и в back-office будут эти все достижения за прошлый месяц, да? То я очень-очень прошу вас, дорогие мои лидеры, что-то можете выбирать и сами, кто сам, если у вас есть ответственные лидеры в наших командах, чтобы они выбрали. И потому что мы сделаем, опять же, Zoom, сделаем по-русски, по-английски и по-литовски, и чтобы их, как, прочитать эти имена, чтобы поздравить с новыми квалификациями. Потому что я когда-то, не знаю, с кем-то говорил не очень давно, что я увидела на стене все эти дипломы от 3% и дальше, что получили. Это значит, как люди ценят все эти награды, и как это важно, и это для себя напоминание. Для кого-то кто-то сделал 3% и заснул, то если чаще будет проходить мимо этой награды своей, наверное, подумаю, что можно что-то больше сделать, да? И таким образом мы все будем больше подниматься. Потому что, если на сегодняшний день русскоговорящий рынок не, как сказать, еще не покрыт FM-акцами, понимаете, если вот в Англии столько-только 66 миллионов. Представляете, если на треть, за три дня 3 миллиона баллов уже сделано. Людей, люди живут и в России, люди живут и в других странах русскоговорящих. То везде, везде можно и можно очень большие результаты делать. Только надо, только надо себя немножко вставить в рамки. Людмила, у тебя какая цель на этот месяц? Ой, у меня? Ну, не знаю, вы знаете, у меня такая ситуация получилась неожиданно с моей свекровью, что я 4 недели вообще не могла работать. И теперь все-таки наша работа, она больше энергетическая. И я восстанавливаюсь и опять пойду в рамки. Да, да. Ребята, знаете, я вот даже не звоню людям, потому что не знаю, вдруг она что-то делать и занята. Только вы через Амземляк мы поддерживаем контакт. Я знаю, я в курсе твоих дел. Но очень ты, очень мужественно, и мы с тобой. Ой, даже я сейчас, смотри, поменяли время, но она и увидела, узнала. Ну, может быть, и спонсор напомнила, или как, но, понимаете, но она с нами. Как будто это человек уже продвинутый. Это уже очень сильная золотая орхидея, очень сильная. Но все-таки она вот с нами, она находит время, потому что никогда не знаешь, какое слово когда и от кого придет это слово, которое нам даст решающий, может быть, как будто импульс, чтобы делать больше. И если мы сами не получаем импульсы отнаружи, изнутри очень трудно самим быть сильными. Я думаю, Люда, ты со мной согласишься. Я полностью согласна. Вот как я сказала, что все-таки наша работа полностью зависит от энергии. И наши резервуары, они тоже неиссякаемые. Я хочу сказать большое, выразить благодарность Игиде Миносу и вам, и всем людям, которые поддерживают. Потому что вот мы отсюда получаем ту энергию, те знания и те идеи, которые нам помогут продвигаться дальше. Поэтому очень важно впитывать, записывать. И когда заканчивается Zoom, нести это в свои команды, повторять, тренировать дальше свои команды, чтобы добиться определенных высот. И вот смотри, Люда, ты из этих, как сказать, Анна, то золотая орхидея, она уже давно золотая орхидея. Но вот ты этот человек, который, как сказать, так вообще-то еще как будто новый человек в моей команде. Потому что ты только сколько, пару лет, да? Два года. Два года, да. Но и маленькие дети, и семья, и сейчас кровь в больнице, реанимации, это просто, это не просто, ребята. Но, наверное, Люда, наверное, тоже заметила, что как человек приходит самый молодой, новый, он ему кажется, он все знает, все знает. Нет, я говорю, это как квалификация, даже наши, как дети. Три процента, как трехлетний. Я сам, я сам, я сам, я сам все учу, я все сделаю, все сделаю лучше. Потом уже там шесть лет, потом уже начинаем, что все-таки надо учиться. Потом начинаем, что все-таки уже подростковый какой-то приходит возраст, что мы как будто уже знаем больше, чем свои спонсоры. А потом уже ты как станешь 21%, как уже орфидею достигаешь, ты потом понимаешь, что, блин, как будто надо учиться заново, потому что с каждой квалификацией надо сделать как будто это инвентаризацию своих знаний, своих отношений со своими лидерами, со своими спонсорами, с собой, с семьей, потому что часы 24, у каждого, у всех знак, нету больше. Но кто-то успевает больше делать, а кто-то, знаешь, ничего не делает, и поэтому ничего не может делать, потому что очень занят, да, ждет лучшего времени. Так, наверное, ты, Люда, на эту тему что сказала бы? Наверное, я права, да? Или как там? Ну, конечно, права. Вот вы, как и сказали, уже больше, когда уже высшая ступень, больше приходит осознанность, и ты понимаешь, что больше все-таки надо требовать от себя самообразовываться. Вот эти книги, которые Гедеминас, уникальная книжка, кстати, я ее обязательно найду, потому что я сказала, что, конечно же, я буду вместе с вами ее читать, это важно именно вкладывать в себя и самообразовываться, и чем больше ты вкладываешь в себя, чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, что есть еще столько неизведанного, что хочется прочитать и все знать, и двигаться дальше. И знаете, насчет этой книги, я думаю, Люда, ты посмотри тоже, может быть, в Англии тут есть, в Амазоне, или что-то по-русски можно, то для своих русскоговорящих, может быть, можно купить, и как призы дать им за что-то, потому что все-таки Гедеминас, если бы рекламировал все свои книги, то каждый день он нам по пять показывал бы. Но все-таки, если он выделит именно эту книгу, то значит, если он все-таки имеет, хватает ему, сказал бы, ну, я уже знаю, прочитал, прочитал, но все-таки, если он читает, видите, там даже подчеркнуты те слова, как зачеркнутые, то значит, он точно пользует, и значит, если он нам рекомендует, это она нам, значит, поможет. У нас в России есть тоже сильная команда Любочки Кларк, ее мама, так можно им сказать, чтобы они там, может, книги даже нашли для себя. Ну да, это, наверное, понимаешь, но, конечно, можно там прислать из Москвы, из другой город, но, наверное, в каждом городе, я думаю, потому что Россия, это страна, которая сетевой маркетинг хорошо развит, и думаю, и они много этих переводят из английского языка, много, и думаю, это можно найти, а если нет, то можно даже найти, ведь, по интернету, и скачать, и потом на листах, и читайте, что. Да. Ну, то, Людочка, какой план на этот месяц у тебя? Ну, не знаю, посмотрим. А что смотреть? А ты признайся. Ну, пока что не буду говорить, посмотрю, вот что. Я все-таки хочу, чтобы то, что мы развиваемся, это очень хорошо, но я сейчас больше уделяю все-таки внимание, чтобы люди, которые у меня есть, достойные лидеры уже, и есть начинающие, которые вырываются и делают. Вот, кстати, Лилечка наша, она присутствует здесь. Здесь впервые в кризис, она сделала новый уровень, 15%, впервые за год своей работы. Поздравляю тебя, Лилечка, ты тут, молодец. И вот ради таких людей хочется работать дальше и помогать им, и самой тоже развиваться. То есть посмотрим, как получится. Я думаю, что... Ну, ты, я сказала бы, такой очень динамичный лидер, и я всегда всем примером пока, потому что и детки маленькие, и тут в Англии нельзя их составлять, и тоже большие расстояния тут. Но все-таки она идет, как, казалось бы, как танк, вперед и не уставая стремительно. Альмира, какая у тебя там обстановка в команде? Подождите. Я на улице, поэтому я не могу так... Я, наверное... Реальмирую, видимо. Реальмирую. Можно закрою, а так скажу, потому что я на улице хожу. Ну, мы амарант крепко держать будем и стремимся уже к золоту. Ну, я думаю, уже пора, 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 потому что все-таки, ну, в России золота нету. Ну, так первого, знаете, помнят все, а второго как-то, как иногда. То, думаю, потому что ни один человек стремится к этому, то, наверное, Альмира, потяни, потяни себя и свою команду, потому что возможности очень большие. Хочу, конечно, своей команде сказать «молодцы», потому что у нас, наверное, всегда помидоры позеленее, чем у вас, потому что у вас такой ассортимент, а мы все время хромаем на этот счет. Нам бы сейчас нутрикод, и особенно нам бы и Муна, так мы, наверное, уже и бриллианты все сделали, не только Альмира. Поэтому я думаю, что нутрикода нет, хочется очень в этот период всем показать, какой у нас сильный есть продукт. И, естественно, мы немножко вам завидуем и хотим, ну, мы же думаем, что у нас тоже все будет хорошо. Ну, стремимся. А, Силочка, слушай, сделаем такую акцию. А давайте вы сейчас каждый дистрибьютор по три раза в день звоните в русский офис в Казань. Они, думаю, будут ездить в Польшу из чемодана к вам привозить. Да, понятно. Пусть меня посылают, я сама буду летать, если надо. Но нам, я понимаю, что очень хочется нам, конечно, продукции, особенно вот нутрикод, бытовая химия, уже мы мечтать пока забыли. Хотя каждый дом это тоже сейчас чистить нужно. Все дома сидят, моют, везде отмываются, и стекла моют. И бегаем мы в Копейкин дом, где покупаем средства для стекла. Поэтому или стираем, или все сейчас все дома больше стираем, убираем. И, конечно, нам бы это тоже помогло. Поэтому мы еще раз говорю вам всем завидуем. У нас есть очень хорошие лидеры девочки. Все наши девочки стремятся, работают, не покладая рук. И видно это. Они уже сделали, когда на домашнем здесь проживании, сейчас на самоизоляции. По-моему, это уже смыслом жизни стало ФМ у всех. Поэтому растем. Есть у нас молодые девочки, которые уже поднимают эти уровни высоко. Будет все хорошо. Россия не сдастся просто так. Ну, думаю, думаю, конечно, а что тут сдастся. Мы, как говорится, знаешь, надо эти лидерские позиции удерживать и держать. И я просто, ну, знаете, сейчас тут на этих англичан-лидеров смотрю. И мне, я думаю, так что я тут делаю? Что моя тут команда делает? Потому что если там за, представляете, ну, за три дня три с половиной миллиона воротов. За три дня. Ирина, ну, поделитесь с нами, как это? Вот поделитесь. Так я и сама не знаю. Я и сама не знаю. Я только миллионов сама никогда не нашла за весь месяц пока. Ну, у нас в России, наверное, даже не стоя ни тысячи желающих будут узнать этот секрет. Мы тогда рванем очень быстро. Пока учимся. Они вот эти, ваши тоже, видите, думаю, по инстаграмам, по фейсбуку, по соцсетям. И они говорят, говорят с людьми. Многие, а то вы знаете, как мы вот, я говорю иногда, что мы из бывшего Советского Союза. То волосы не так, то так, то губы не на том месте. И, понимаете, и никак не можем собраться. Вот я хотела об этом сказать. То, что наша единственная проблема, что наши люди слишком умные. Они слишком много думают. А, да, Люда. Я не скажу, что англичане глупые, они очень умные, но у них вот менталитет такой. Они действуют, понимаешь? Мы вот, пока мы думаем, пока мы надумаем, пока мы соберемся, да, придем к этому, они действуют. Все. Да, точно. Точно. И я тут думаю, какое-то слово не так скажу, не так сделаю, а не просто. Но вы, ребята, в России, то вам не надо думать по-польски, например, по-русски, как думаете, так и говорите, но... И все, и потому что таких цен, такого уровня продукции с такими ценами-то ведь нет. Ну, мы движемся, движемся. Я думаю, что Россия все-таки уже... Я хочу напомнить, что через 10 минут ровно Эрика Бори, кто английский знает, присутствующих мероприятий Эрика Бори будет в Рейзинг Старс, есть эта ссылочка. Я тут тоже бросила ссылку. Здесь в чате, да? Да. Ну, или Рейзинг Старс, ты тоже есть в этой группе, девочки. Кто есть, кто английский знает, это должно быть великолепно. И, Рена, ты в Болгарии тоже там передай своим, которые знают английский, что будет там... Вот тут она, говорит, ссылку поставила, посмотрите, скопируйте себе, передайте где-нибудь, перепишите. Потому что, если она тут... Или в Рейзинг Старс зайти, там верхнее, да, самое последнее, ну, предпоследнее сообщение. Как интересно, Альмира, на тебя смотреть, фотографии Альмиры одна и другая, прилезает одна голова. Да я на улице, у нас тут гром дремит и молния вовсю, и... Зато интернет хороший. Ну, видишь, как хорошо. Маме, погода помогает интернет поддерживать. Ну да, тут в лесу интернет плохой вообще, а тут вот на улице получше. Наверное, соседки украла. Кто-нибудь еще поделитесь, как вам, как вы справляетесь с этим поставлением, с этим цели, и как это вам удается? Как? Кто может? Никто? Я, ну, например, то всегда, вот, да, еще не закончится месяц, и так, думаю, вот так смотрю тогда ситуацию, какие, как разложенные люди, как они, какой сами личный оборот делают, какие там у них, и просчитываю. Ага, вот это надо сразу, тут немножко надо привинтить, этому, этому надо пизулей выписать, знаешь, этого надо похвалить, это хорошо, вот так это, знаешь, так двигается. Тут надо посмотреть, на что человек пришел, или он только, вот, у которого очень большие эти баллы много, тогда спрашиваю, тогда стараюсь связаться с этим человеком, выяснить, он эти продукты для себя купил, или он какой-то определенный продукт, может, продает, или как это, какие-то еще подсказать, и чтобы он, если свои знания передал бы какому-то другому человеку, тогда, опять же, как вот у меня сейчас, вот, Виргиния вернулась в бизнес, и вот сразу первый заказ, 1600 баллов. Как человек такой, сразу заказ делает, в конце месяца, думаешь, ага, это значит, человек имеет замах, он, какие у него, выясняю, какие самые популярные продукты, что он хотел, на что обратил внимание, что мог другому подсказать, потому что, как сам человек что-то делает, ему легче и кому-то другому, ну, посоветовать. Мне нужен отдельный кабинет, а то я везде сижу в этом проходном дворе, как я говорю. Ну что, вопросов нету, что вот, Илья, Екатерина Бирюкова, я совсем новичок, оформила только первый заказ, стартовый набор, хотелось бы понять инструменты работы, ага, а кто ваш спонсор, Екатерина Бирюкова? Нету этой девочки с нами. Есть, есть. Пойдем. Давайте расскажите, как вы пришли к нам в команду Е5? Здравствуйте. Привет, Екатерина. У тебя, что там с деньгами? Нет, не говорите, Екатерина с нами. Да. Да. Вот, ребята, вот я хотела попросить каждого спонсора, как приглашаете людей, то вот, наверное, и надо не подписать только человека. А подписание – это не заканчивается работа, а как начинается только. человек пришел в компанию, так вот, надо, чтобы он как можно быстрее вот эти все вещи узнал, чтобы даже как будто вперед мы знали, что уже, как выяснить его нужды, ради чего он приходит в компанию. Потом дальше, как он заказ, ты делаешь вместе с этим человеком, потому что хорошо, что если человек сам спрашивает, а другой, он просто не знает, что надо знать и ничего не спрашивает. И потом мы думаем, почему у нас ноли? Потому что никто этого человека никак, как сказать, ну, не объяснил, не рассказал, по полочкам не разложил. Так что так, ребята, заканчиваем сегодняшний зум. Если нету, о которой хотели бы поговорить, ищем эту книгу. Ну, ты, куда ты пошел? Если мы тут, как сказать, присоединяемся, то, наверное, свои микрофоны отключаем. Давайте. Потому что для кого-то мешает. Но в России книги есть на Озоне. А что это Озон? Это такая О. Так это Екатерина, как я понимаю, такая немножко продвинутая девушка, да? Потому что вот уже она и вопрос написала, и где эти книги есть написала, то, может быть, она даже и имеет какой-то опыт. Может быть, она уже в сетевой маркетинге имеет опыт. То спонсору очень я... Люда и Альмира, это чья это девочка? Обязательно разберитесь и дайте информацию, потому что, как люди не знают, что делать, никто не отвечает им на вопросы, то тогда обычно такие люди могут и уйти. Анастасия Король. Ага, спонсор ваш, да? А Анастасия Король с нами? Это не Англия явно. Да, не Англия, но... Здравствуйте, кто с вами, да. Это кто с нами говорит? Анастасия Король говорит. Ясно. Я как понимаю, вы имеете очень такую хорошую девочку Екатерину Бирюкову, да? Ну, это мы сегодня выясним, да, потому что по фамилии я не вспомнила, что это... Вот, я бы, пожалуйста, очень рада, что вот мы выяснили и сейчас поменяйте данными, как друг с другом, а потом объясните, потому что вдруг у вас это будет бриллиант в вашей команде. Ну, конечно. И я вам очень желаю этого. И... О, это вот. Россия Воронеж. Воронеж. Из Воронежа эта девушка. Мам. Очень приятно. Пожелаем вам высших, высоких достижений. И что? Сейчас, не знаю, через день или через два мы будем делать зум на счет новых поздравлений. Квалификации, то я тоже желаю не только новичков пригласить, но вы как спонсоры, те, которые в ваших командах тоже по возможности участвуйте, потому что и людям приятнее будет, что про них говорят, и вам будет приятно читать фамилии, которые из ваших команд тоже. Да? Окей. Потому что в нашем бизнесе эмоции это решает очень большую часть бизнеса, потому что как психологически хорошо настроены, как эмоции хорошие, гораздо лучше высокого уровня мы достигаем. Давайте все быстро включите свои камеры и сделаем фотографию, пока не закончили наш урок. Это начинается эриковой мероприятие. Спасибо. 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 Спасибо всем. Давайте, 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 включите свои камеры. Вот, и Лео вижу. С Анастасией, привет. Окей. Один, два, три. Супер. Спасибо всем. Хорошо, до скорого тогда, до следующей недели. Спасибо. Пока-пока. Может быть, в этой еще неделе встретимся, потому что будем поздравлять. Козырь, присылайте мне списки своих команд. Анна, ты ответственна за свою команду. Наверное, люди от твоей команды тебе сама пришли, или ты там помоги, может потому что у нее сейчас проблемы. Все, если хотите, чтобы были оглашены люди с вашей командой, пожалуйста, дайте мне знать. Супер. Пока-пока. До встречи. Пока-пока.